Восемь утра, 24-я школа, очередь в приемную директора. Родители пришли в семь утра, но не потому, чтобы просто попасть в школу. Здесь с этим проблем нет. Ежегодно набирается по шесть, а то и семь классов. Этим мамам и папам хочется, чтобы их ребенок учился у самого лучшего учителя. Мы поспрашивали у знакомых, у тех, кто уже ходит в школу, какие учителя лучше, какие, может, молодые, какие, может, будут уходить на пенсию, допустим. И, конечно, хочется такого учителя, о котором говорят и слышно о нем. Знали, что учитель хороший по рекомендациям, знали, что много будут к ней. То есть мы много слышали про нее, многие хотят к ней, поэтому решили пораньше, чтобы наверняка попасть уже к этой учительнице. В гимназии вопрос очередей стоит острее. Список на запись начал составляться еще накануне. Школа принимает всего 50 первоклассников, причем такое количество странным образом набирается всего с пяти домов, которые официально относятся к микроучастку школы. Причем неважно, временная у ребенка прописка или постоянная. Главное – успеть подать заявление. Те же, кто не успел, теперь переживают, как не остаться за бортом. Говорят, список создали. До двух часов родители стояли здесь, караулили. Я пришел в 8 часов, ну, как бы нормально, думал. Не знал же, что вчера там какой-то список был. И получается уже, вроде говорят, как 63-й. И престижная школа делает временные прописки для того, чтобы детей устроить. Все хотят, чтобы дети учились в хорошей школе. Что приоритетнее – временная или постоянная прописка? По жалобе родители изучала даже прокуратура, но все осталось на своих местах. Если ребенок с постоянной пропиской не попадает в желаемую школу, ему предлагают другое учебное заведение. У родителей есть одна маленькая надежда, если количество первых классов увеличат, как было в прошлом году. Нужно будет ориентироваться по ситуации. Если будет набор уже определенного количества на третий класс, я думаю, что администрация гимназии будет принимать соответствующее решение. В этом году в Абакане ожидается примерно на 200 первоклассников больше, чем в прошлом. И один из вопросов, который все настойчивее ставят родители – это строительство новых школ. Возможно, тогда элитные заведения смогут больше принимать детей, да и простые школы не будут так переполнены. Марина Конодакова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.